Юбилейная выставка в честь 35-летия галереи Сосны встречает посетителей в стенах лечебно-здоровительного комплекса управления делами президента произведениями художников галереи ярких представителей российского искусства конца 20-го, начала 21-го века Ивана Хохлова, Юрия Яковенко, Владимира Смирнова, Сергея Куприянова, Владимира Татаринова, Константина Зубрилина и многих-многих других художников Благословленная академиком Кербелем галерея объединила живописцев, скульпторов, графиков, прикладников Кто-то ушел из жизни и сегодня галерея выступает хранительницей памяти выдающихся мастеров Хозяйка галереи обращает слова признательности к тем, с кем свела ее творческая жизнь К таким, как выдающийся график Сергей Куприянов, поколения детей воспитывались на его иллюстрациях к лучшим книгам Не смогла приехать 92-летняя Наталья Петровна Навашина-Крандиевская От ее имени и слова признательности к Людмиле Тюгаевой высказал ее сын, выдающийся ученый и искусствовед Петр Навашин Выступали старые друзья и новые Их объединяет не просто любовь к искусству и уж точно не меркантильные интересы, но благодарность галереи за годы сотрудничества Галерея возникла в те ветхозаветные советские времена, когда в Москве и области их почти не было Галерейный бум начнется в 90-е Пожалуй, секрет успеха в не совсем профессиональном с точки зрения некоторых подходе к работе Обычно галерея рассматривается как коммерческое предприятие с жестким отношением к художнику Само время доказала стиль сосен Ее руководителя Людмилы Тюгаевой, нитей печень для акул галерейного дела Нужен творческому человеку В соснах художники, уставшие от тисков советской системы, от сидения под дверью худсоветов и вовсе не признанные, находили ни много ни мало любовь и утешение Людмила Александровна с ее просветительским подходом к делу, с ее тонким пониманием души творца Встречала каждого искренним интересом, лаской, желанием понять и помочь Она оставалась верной себе и в 90-е, когда потоки мошенников и акул от искусства хлынули на арт-рынок И прекрасные мастера нередко лишались своих бесценных работ Здесь, в соснах, этих людей вытаскивали из лап бандитов, спасали от голода Людмила Александровна с мужем, бывало, выкупали работы у бедствующих художников Но ни одна из них не продана Тюгаевыми собрана великолепная коллекция Но главное, что все эти мастера встречали здесь намерение показать их работы И не просто выставить, а оформить все как праздник Некоторые ныне известные художники за эти годы выросли из начинающих настоящих мастеров Как академик Дмитрий Белюкин Чьи канонические иллюстрации к роману Евгении Онегине сегодня украшают юбилейную выставку Учитель Людмила Александровна, великий скульптор Лев Кербель мечтал о том, чтобы здесь, на Одинцовской земле Был открыт художественный музей Сама ученица защитила диссертации, темы, коих связаны с культурным наследием нашей земли Делом заинтересовался предыдущий глава Успенского Но вот и подарок от действующего Впрочем, сначала Владимир Горяев передал поздравления от главы Одинцовского района Андрея Иванова У нас на территории нашего сельского поселения Успенское, в селе Успенское Мы планируем уже в 2015-2016 году произвести реконструкцию нашего сельского дома культуры Проект лично курирует Андрей Рыбович Иванов На третьем этаже есть мастерская для художников Размер ее будет 150 квадратных метров В фойе первого этажа 300 метров квадратных Будет предоставлено Людмиле Александровне Юбилей дело хлопотное, подтверждающее признание В данном случае он и имеет место быть от руководства и района И самого лечебно-оздоровительного комплекса Но художники, они вообще в этот день говорят стихами в адрес своего ангела-хранителя Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть Это, по-моему, очень характеризует вот это все ее творчество То есть она благоприятствует этому саду, как он цвел А сад это искусство 35 лет это еще ничего не значит Мы дальше, мы идем выше, дальше, выше, выше Хозяйка галереи дает интервью рядом с портретом своего великого учителя Гения, соцреализма Льва Кербеля Чьи работы украшают зал галереи, площади многих городов мира, в том числе и Одинцова Как и его любимые ученики, скульпторы, рукавишников и перейславиц Мастера, завещавшего любить художников Но не снижать планку, чему Людмила Александровна неотступно следует Я всегда его помню, вот всегда Портрет хороший Демьянчука, просто очень хороший, я считаю Вот он таким и был все время, взгляд уже такой Вот эти вот морщиночки такие глубокие Он мне очень нравится, я хочу попросить для Карабулака Базарный Карабулак Саратовской области родина Людмилы и Владислава Тюгаевых Туда ими безвозмездно переданы 360 работ Они легли в основу нового художественного музея, ставшего статусным и любимым местом жителей области Где и выставки, и обучение детей творчеству, а также лекции, встречи, мастер-классы, пленеры и многое другое Да, Людмила Александровна продолжает опекать детище Да, продолжают формировать его фонды Но вместе с друзьями-художниками не оставляет надежды на подобное здесь, в Одинцовском районе Ольга Винтер для телекомпании Одинцова